Музыканты, которые смотрят на музыкальные мемы. Ух ты, юмор, основанный на моих страданиях. О, смотрите, Мартин, никогда не позволяй никому тебе говорить, что надо и что не надо делать. Вот посмотри на Бетховена. Все говорили, что у него ничего не получится, а он их не слышал. На самом деле, с Бетховеном есть приколюха. Это действительно плохо не очень хорошо слышать, когда ты что-то делаешь, но есть лайфхаки. Возьмите какой-нибудь электрический инструмент, который без подключки не звучит. Типа бас или электрогитара или что-нибудь. И вот так вот он... Ну, слышно, что что-то там происходит. Ну, ха-ха-ха. А теперь возьмите, сделайте то же самое и укусите его зубами. Вот буквально. А так, зубами, чтобы контакт зуба, с поясностью гитары, плотненький. Ох, как хорошо. Вот, смотрите, я сейчас прикоснусь к микрофону, и микрофон ощутит то же самое, что ощутил мое внутреннее ухо. Вот без контакта, а вот с контактом. Чувствуете разницу? Потому что кость проводит вибрацию и добирается до вашего внутреннего уха. И также Бетховен, говорят, какую-то палочку в зубы брал, тыкал в пианино, чтобы была вибрация физическая от корпуса пианино на зубы. Так он слышал, что играет. Поэтому не все тут так однозначненько с Бетховеном. Угадайте, какой музыкальный клип зашифрован на этой картинке? Да пес его знает. Напишите в комментариях, я что-то не понимаю. Вы понимаете? Кто-нибудь понял вообще? В для скрипки. Как мы, собственно, видим, здесь изображена не скрипка вовсе. Какая нафиг скрипка? Всем понятно, что это мальчик. Почему Бах так много работал? Потому что он был барочный. Это по-английски смешно, а по-русски не очень. Baroque. Читается точно так же, как Baroque. То есть нищеброд. Ха! Объясняем шутки и учим английский. Не просто так. А я, кстати, Вадик Углов, и я самый главный специалист по музыке, по мемам и по английскому языку во всем мире. А может быть... Даже и на Ютубе. А если серьезно, я Вадик Углов, это мой канал, где я пытаюсь сделать мир чуточку лучше за счет того, чтобы в нем было побольше классных песен. Желательно наших с вами. Плоскоземельщики, когда... Помогите перевести, пожалуйста, в комментариях, когда... В общем, короче, флэт плоскоземельщики. Шарп, эрзорс. Такого не бывает. Здесь игра слов на флэт и шарп. Флэт это занижено, шарп это завышено. Условный диез и бемоль. То есть если у нас какая-нибудь нота до, то вот это вот будет шарп, то есть завышено. Вот обратно до. А вот это будет занижено, то есть флэт. И в этом прикол. Вот это игры слов. Мы с вами это к английски выучим. Эх, хотелось бы мне, чтобы у меня было побольше времени на занятия. Потом появляется побольше времени, и я такой... Ну я не буду ничего теперь делать. Потому что дело не в том, что у тебя времени не хватает. Дело в том, что у тебя не хватает желания. Потому что ну 10 минут, ну 20, всякий человек может найти. На самом деле не так много надо для того, чтобы начать заниматься. Потому что гитара стоит ну 100, ну 200 максимум долларов. А времени 20 минут. Уж день ты найдешь как-нибудь 20 минут, камон. Поэтому вся фигня она в желании, а не во времени, ребятушки. Не будьте как этот пингвин, потому что он выбрал неправильный стул. Как бы вы назвали эту группу? Я бы назвал эту группу Ветерок. Вам тоже, да, кажется, что вот это вот лицо вылезает из клюва какой-то адской птицы, и эта птица хочет лицо обратно сожрать? Ну или это железный человек просто лохматенький? Ты можешь быть даже в группе Слеер, но твоя дочка-подросток все равно будет кринжевать с тебя. Ну этот мем не столько про Слеер, сколько про подростков. Композиторы в 18 веке. Я тут написал 10-минутную симфонию. 10 минут симфония. Серьезно, 10 минут симфония. Симфония, 10 минут что? В общем, короче, симфонию написал, и ни одна последовательность аккордов в ней не повторяется, что неправда, не может быть такого. Композиторы сегодня. Я написал песни, 4 аккорда, те самые, что и предыдущие мои 6 песен. Ну, во-первых, автор мема натупил, насколько смог натупить. Во-вторых, он так говорит, как будто это что-то плохое. Ой, вот это смешной мем, только он по-русски плохо выглядит. Значит, смотрите. Металлические и классические музыканты показывают козу. Было бы прикольно, если бы второй чувак держал козу просто, вот эту маленькую дуделочку. Вот тогда было бы смешно. Хорнс, рога. И хорнс, духовые инструменты, точно одинаково называются. Рожок. Рожки, вот что надо было. Рожки показывают. Это показывает такой рожок, а это такие рожки. И вот это было бы прикольно. Ой, это как смешно, блин. Ребята, мы с вами выучим английский, я вам отвечаю. Шопен и шопаут. Чоп, ин. Ин, это в. Чоп, это резать, рубить. Врублена, а это вырублена. То есть, чоп, аут. Наоборот. Это, соответственно, вырезано, а это врезано внутрь. Ну и на более очевидном уровне. Шопен внутри, ин, и шопен снаружи, аут. Потрясающе. Артисты такие, о, это самая крутая песня, которую я вообще когда-либо писал. Давайте сделаем ее минуту 22 и хватит. Да, это реальность текущая. Сейчас максимум, типа, припев, куплет и припев. Хорош, хватит тебе песни. Потому что механика распространения песен сегодня такая, что ты выкладываешь на тикток, пишешь припев там или какой-нибудь хук, выкладываешь это в виде видео короткого на тикток и на аналогичной площадке. А потом смотришь, залетает или не залетает. Если залетает и вирусится, то дописываешь остальную песню, чтобы не писать лишнего. Делаешь кусочек, проверяешь. Если работает, дописываешь остальное. И поэтому песенки такие короткие, потому что надо постоянно много-много-много делать. Нафига больше. Майли Сайрус на этой фотографии чрезвычайно похожа на девчулю из Охотников за привидениями. Помните, до того, как зефирный этот человек вышел, там была бы такая девчуля, там ключника они искали, вот это вот все. Виола. Почему все хейтят Виолу? Что за прикол? Это типа скрипка, но побольше. Альт, по-моему, да? Почему все хейтят альты? В чем прикол? Почему Мерлин Мэнсон похож на Николаса Кейджа, который переоделся в Мерлина Мэнсона? Это вопрос, который я задаю себе уже несколько десятков лет. В чем прикол? Почему, правда, они, во-первых, очень похожи, а во-вторых, как будто бы этот чувак больше Николас Кейдж, чем Мерлин Мэнсон? Я думаю, все дело в отсутствии макияжа. Начинающая группа, которая мне очень нравится, получает десятого подписчика. Вот это десятый подписчик, который мой друг, а это я радуюсь сижу. На самом деле, никогда так не делайте. Никому не нужны искусственные подписчики. Вот эта цифра с подписчиками или со слушателями, вот это вот все, она никак не поможет исполнителю или артисту. Дело в том, что та платформа, на которую артист выкладывает что-либо, либо музыку, либо видео, если это на Ютубе, платформа считывает реакцию слушателей и зрителей. И первое, что она делает, она распространяет музыку и видео среди подписчиков. И если эти подписчики вот такие, типа, друзья, которых попросили подписаться, которые смотреть и слушать не собирались вообще, и им платформа показывает материал, они такие, мяаа, и игнорируют этот материал. И платформа думает, что материал неинтересный и прекращает его распространять дальше. И поэтому мертвые подписчики нафиг никому не нужны. Только настоящие подписчики, которые действительно будут смотреть и слушать то, что вы выкладываете. Кстати, если вам понравилось это видео, не забудьте подписаться на канал. Это очень сильно помогает росту канала. Я не так часто нахожу хорошую музыку. Но когда нахожу, слушаю ее до дыр, пока она меня бесить не начинает. Но это еще не финальная стадия того, что вы можете сделать с хорошей музыкой. Вы можете ее поставить на будильник. Вот целая страница музыкальной теории. Значит, это Дрейк, который там, вот этот, короче, мем. И он тут собран. Раз, два, три, четыре мема. Например, Е мажор, Ми мажор. Давайте объяснять. Объясняем. Минутка теории. Ми мажор строится от Ми. Первая ступень, третья и пятая. Вот буквально так. Но никто не хочет Ми мажор в джазе. Все хотят вот это вот говно. Ми мажор, значит, Е. Давайте отстраиваться. Вот это Е. Там дальше. Мейдж севен. Это значит что? Это значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот она семерочка. Ее вставляем в аккорд. Уже получается Е мейдж семь. Вот это мажорная семерочка. Мажорная, потому что вот это вот, а не вот это. Вот это была бы минорная семерочка. Она была бы такая пороконрольнее. А это мейдж. Позадумчивее немножко. Шарп элевен. Это значит, надо нам одиннадцатую ступень найти. Что такое одиннадцатую ступень? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать? Это то же самое, что четвертая, только на октаву выше. Окей. Еще в басу Б. Вот в басу Б. Погнали. Дальше что? Один, шесть, четыре, пять. Один, допустим, до. Возьмем в тональности до мажор. Один. Шестой. Это, соответственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Д минор. Потом. Один, два, три, четыре. И пять. Пять. Итого. Самая популярная последовательность аккордов. Но нафиг она им не нужна. Им нужна вот этот говно, который даже играть не буду. Но очень удобно. Запоминайте просто ступень в гамме и играйте. И запоминайте вот эти циферки и знайте, какая ступень, а еще функция, если у ступеней выучите. Это вообще будет супер кайф. Вам намного легче будет играть на гитаре. Один, три, пять. Вот этот вот войсинг один, три, пять. Это, соответственно, самая первая инверсия, которая может быть. Или как там она называется? Обращение. Самое базовое. Вот это вот. Если мы возьмем до. Вот оно до. Первая, третья, пятая. И вот это самое базовое обращение. Дальше мы можем продолжать обращать и обернуть от третьей, например. Будет третья, пятая, первая. И можем дальше продолжать. пятое 1 3 и потом обратно 1 3 5 и все вот это вот это все обращение одного и того же аккорда все те же ноты просто в разные последовательности играются а он предлагает 37951 что я даже пытаться не буду это очень сложно у ее это кто-то piano roll разложил на бумаге не делайте так никогда есть же piano roll бесплатно кокос рипер качайте и делайте вот это вот все вы чё эй вот до чего доводит рок-н-ролл ой как они постарели страшно ребятушки но они на самом деле прожили сильно дольше чем ожидалось при их образе жизни и в злоупотреблениях размеры укулеле баритон тенор концертная сопрано уменьшаются собаки а не сразу понял вроде бы да все нормально но вот у этих трех есть блохи не знаю почему все так хотят сопра ну да сопрано укулеле очень такая сомнительная штука с другой стороны детям очень хорошо тем кого пальцы маленькие и возить с собой удобно так что много плюсов укулеле у меня наверное что-то очень похожее на концертную по размеру но у меня низкая струна соль вот это вот то есть у меня не как обычно укулеле а вот обычно укулель звучало было так здесь было бы вот это вот штука у меня на актову ниже так удобнее так можно более тяжелой вещи играть на эту культу не то чтобы я играю тяжелую вещь на укулеле хотя могу помните вы тот жанр музыки из 2011 когда был стомп-клэп хэй ну-ка стомп клэп-хэй стомп клэп хэй не знаю не уверен что что это жанр. Легонькие джазовые аккорды для начинающих. Ни одна из этих картинок не показывает настоящий аккорд. Ну, может быть, вот это вот показывает настоящий аккорд, но вы его не поставите. Значит, вот это говнина, это просто пальцы заплелись, это пальцы под струнами, естественно. Вот это вот пальцы в дырочку сюда залезли, такого тоже не бывает. А вот это просто очень много пальцев на фотошопере. Наверное, из этого получится какой-то аккорд, возможно, даже уменьшенный, но я не уверен. Вот досюда, по крайней мере, очень похоже на то. Терция, терция, фигня какая-то, фигня какая-то. Что это за лад такой? Что это за интервалы такие? Если вы знаете, что это за лад и почему здесь хроматика, а здесь какая-то шляпа, хоть похоже, что кто-то просто рисовал на грифе гитары. Она. Я люблю музыку из 90-х. Я. Ой, мне больше нравится. 18-й. Ты имеешь в виду 80-е? Нет, 18-й век. Сложно перевести такую шутеху, но, в общем, да, вы поняли, о чем речь. The Wellerman, Sugar and Tin Ram. О, если у вас было в ленте вот это вот песенки Wellerman, ставьте лайк. А, вот это смешная картинка, вот это The Dust, а это еще один, который кусает The Dust. Another one bites The Dust. Ой, вот это смешная. B, C, D, E, F, G, H, I. Здесь уже закрадываются сомнения, потому что одновременно вот это вот и вот это бывает очень редко. Ну и тут мы уже поняли, что кек происходит. Тем более, что вот эта нота по-другому называется. Вы видите, что И смещено. Много чего в этой фотографии такого разобрать. Вообще, это латинские буквы, которыми обозначаются ноты. Г, С, это до обычно считается. И, соответственно, вот это было бы ля, вот это было бы С, это обычно Б или Х, иногда еще обозначают по-разному. Ну, в общем, А, Б, С, вот это А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. А дальше снова нота ля, после ноты соль. И все повторяется по кругу. Но здесь все неправильно с этой картинкой. Все, что может быть неправильно, неправильно. Не могу сыграть вот это. А зачем тебе играть вот это? Это что за говно такое? Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли в этом какой-то музыкальный толк. Бары на первом ладу и делаем вот так. Первые две ноты и вот эти две. Странное говно. Теперь вот это. А, снова. А потом вот это вот зачем-то. Что это за говно, ребята? Я думаю, проблема с игранием вот этого заключается не в том, что это сложно сыграть, а что это говнина какая-то страшная. Ой, кстати, спасибо, что досмотрели досюда и не перематывали. Это позволяет Ютубу понять, что видео интересно. И из этого Ютуб начинает продвигать это видео. А главное, это делает мне приятно. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на канал. И обязательно ставьте лайк, если у вас есть сердце. Так-то вообще-то это канал, на котором мы разбираем тексты песен, учимся там всякие рифмы делать, вот это вот все, структуры и сложные приемы всякие. А сегодня просто расслабиться хотим, мем посмотреть. Если вы хотите какие-то услуги, связанные с текстами, рецензирование, редактирование, текст с нуля, может быть, заходите в Телегу, ссылка в описании, все услуги там есть. А еще там у нас чатик. А если вы хотите, чтобы я ваши тексты разбирал на стримах, то заходите на Boosty вот по QR-коду или по ссылке в описании. Я надеюсь, у вас получилось чему-нибудь научиться из этих мемов, потому что вы классные. Да классные, классные.